приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы здравия и красоты в вашей жизни сегодня у нас очередной агрогороскоп на февраль 2022 года и он посвящен делам цветоводов цветы когда-то были в числе наиболее продвинутых и сознательных видов на земле их вибрация одна из самых высоких в растительном царстве в хронике акаши земли есть очень интересная информация о цветах а также о пряноароматических лекарственных травах некоторые разновидности цветов были даже учителями первых поколений лемурийцев первых людей на земле цветы это чрезвычайно могущественные и разумные виды энергетически сильных световых душ постоянно они напоминали людям что они должны быть служителями земле прекрасные цветы всегда подсказывали каждому человеку тогда лемурийцу что их задача посадить сотворить райский сад у своего жилища цветы и травы с наивысшей вибрацией это потомки этих сознательных видов и сейчас они с нами находятся цветы питают оздоравливают и воспламеняют внутреннюю страсть к жизни поэтому определенные духи и ароматы всегда так высоко ценились и мы очень любим даже больше многие любят натуральный запах роз других различных цветов а что стоит только матиола в ночное время у каждого свои любимые цветы свои ароматы и мы сейчас словно возвращаемся к тем волшебным временам кто из огородников дачников садоводов сейчас не высаживает в своем саду хотя бы несколько видов цветов по моему нету я не встречала таких людей в восьмидесятые годы мы только мечтали о розах о прекрасных крупноцветковых хризантемах а об эустоме даже и не слышали великолепие яркие красочные краски ароматы множество цветов научили и учат сейчас нас восполнять вот эту способность души оставаться духом физическом местилище в нашем теле цветы это учителя и они были ответственны за помощь в создании и развитии наших физических легких этот важный орган физическом теле благодаря посадкам в садах цветов пряноароматических трав лекарственных трав преобразовывается и поможет нам нашим телам адаптироваться в новой эре стихии воздуха водолеи смотрите и стихия воздуха и легкие и дыхание как все созвучно и как все вовремя дыхание основа нашей жизни и ему нас учат цветы и другие садовые растения которых становится очень много на наших маленьких участках на цветниках в садах а теперь агрогороскоп цветовода на февраль 2022 года время московское первые дни будут не рабочими это будет время новолуния и тем более луна будет находиться в знаке водолеи именно новолуние водолеи будет и только 2 вот первого у нас нельзя поливать напоминаю водолеи это знак стихии воздуха и 2 до 14 часов не поливайте и практически никаких работ не делаем а вот 14 часов 2 далее 3 и 4 февраля до 17 часов 57 минут будут работать энергии стихии воды луна будет находиться в знаке рыбы но не весь период нам подходит для того чтобы заняться несколькими видами агроприемов потому что 3 утра до 8 часов 47 минут луна будет находиться еще в энергии гекаты уже после 9 часов и эта энергия уйдет и начинается продуктивное время для посева семян цветов на рассаду это растущая уже луна можно выносить хоризонтемы для пробуждения а также можно проводить пикировку посадку пересадку все это можно делать 3 после 9 часов и до конца суток и 4 но 4 желательно до 11 30 все эти работы завершить потому что луна без курса с 12 часов 43 минут и до момента перехода в знакомин она не будет рабочий для наших важных работ с цветами вот этот период мы себе отмечаем и в это время можем посеять семена цветов на рассаду и поработать с рассадой затем уже вечером 4 февраля после 17 часов 58 минут а лучше после 18 вот это время в овне а также 5 овне и 6 овне до конца суток будет луна здесь можно заняться проверкой луковичных цветов посмотрите что у вас где хранится если нужно обработайте больные луковицы в знаке стихии огня это хорошо делать и тем более только только новолуние позади и можно заняться зелеными операциями на комнатных цветах для теплых стран это тоже актуально можно в открытом грунте также обрезать какие-то сухие желтые листики цветоносы сухие это все можно сделать но напоминаю что знаки стихии огня в овне это время когда поливы бесполезны идем дальше уже 7 после двух часов ночи а лучше уже когда энергии очень хорошо устояться и начнется очень хорошее продуктивное время и так 7 после трех часов можно сеять семена цветов на рассаду любых цветов можно заниматься пикировкой рассады пересадки посадки здесь и рассады здесь и комнатные цветы все что у вас есть и требует вот этих агроприемов делайте в это время очень хорошо также нарезать черенки укоренять черенки и комнатные цветы в теплых странах можно и в открытом грунте декоративные растения все это очень хорошо примется в тельце прекрасно получается потому что это время тельца и можно проводить зеленые операции хороши поливы и подкормки вот это постарайтесь сделать 7 февраля потому что 8 это время когда луна будет переходить из первой во вторую фазу и естественно кроме поливов и подкормок в это время 8 февраля ничего не делая но у нас немножечко тельца останется еще 9 утром до 7 часов 50 минут лучше до 7 часов если что-то недосеяли не распикировали не пересадили вас 0 часов и до 7 часов можно эти работы завершить и постарайтесь тоже полить как можно раньше потому что уже в 13 28 начнут работать энергии стихия воздуха луна перейдет знак близнецы и нельзя будет поливать вот это обязательно себе сделайте заметочку хотя у нас еще будет отдельный агрогороскоп поливов на февраль месяц и вы уже будете точно знать вот эти периоды поливов здесь я напоминаю о работе с цветами и так 9 после 13 28 энергии луны будут находиться в знаке близнецы 10 здесь будет находиться и 11 что можно можно проверять луковичные цветы и проводить зеленые операции постарайтесь в это время провести зеленые операции особенно что касается на растениях потому что далее у нас уже все ближе и ближе полнолуние и вот это практически вот граничное время когда еще можно вот провести обрезку различных растений частей растений 11 луна бескурсно но так как мы в близнецах ничего не делаем даже не напоминаю что можно сеять здесь семена цветов потому что нужно все время говорить о том что заранее увлажненная земля очень сложно это усвоить поэтому пропускаем у нас есть хорошие другие периоды для посевов и вот они наступают 12 и 13 февраля 12 после 3 часов ночи до конца суток и 13 до конца суток что можно делать в знаке стихии воды в раке можно посеять семена цветов на рассаду можно пикировать можно пересаживать можно перевалку делать рассады чем все что нужно делать с рассадой делайте но напоминаю в любом знаке нельзя повреждать растения их корни и особенно листики это касается стихии воды пожалуйста лучше переждать оставить растение когда уже будет хороший период или заранее сделать вот здесь зеленые операции или же переждать и позже уже когда завершатся вот эти энергии сожженного пути полнолуния можно будет работать в этом плане с растениями а далее у нас уже 14 15 16 ожидается вот такой очень серьезный период сожженный путь полнолуния если в раке вот здесь еще 14 можно будет поливать с утра хорошо полить растения то уже после 14 часов здесь будут работать энергии стихии огня это значит что луна будет находиться в знаке лев что можно делать после полива обязательно вспушить спушить грунт в горшках для того чтобы корни могли дышать напоминаю во льве это знак стихии огня поливы бесполезны и вот во льве 15 16 будут энергии луны и здесь же будет полнолуния 16 и вечером уже 16 луна перейдет знак деву 2344 17 и 18 это будут энергии девы энергии стихии земли но в это время нельзя ничего делать это сожженный путь полнолуния кроме полива здесь ничего не проводим только после 21 часа и до конца суток вот вот 18 в деве можно будет нарезать черенки укоренять черенки завершится вот эти энергии сожженного пути полнолуния а уже 19 луна перейдет в знак весы и здесь будет находиться 20 и 21 до 12 часов 20 минут что здесь можно делать в весах пожалуйста выносите хризантемы на пробуждение если они у вас где-то хранились находите уже если есть теплица возможность или же на окошко переносите но у меня просьба к вам когда вы переносите растение оно спало ни в коем случае не поливайте вот весы хорошее время для этого здесь нельзя поливать нужно дать время адаптироваться растениям проснуться и только уже в следующем знаке в скорпионе можно будет их полить пока первое время дайте им возможность пройти вот этот процесс просыпания вот весах можно занести хризантемы а также в это время проверьте луковичные цветочки знак стихии воздуха помогает провести проверку и провести если нужно какие-то операции замазать все эти ранки если что-то где-то найдете зеленкой не забывайте о защите растений от вредителей обязательно и напоминаю в это время нельзя поливать растения а уже в скорпионе с 12 часов 20 минут начинается замечательное время она будет продолжаться 21 до конца суток 22 полностью весь день и до конца суток а также 23 до 11 часов когда луна еще будет продуктивной потому что уже с 12 и 25 луна начинает идти на сон на отдых и будет находиться луна без курса до 16 часов 29 минут до момента перехода в знак стрелец и вот смотрите мы можем в скорпионе очень много дел сделать это в первую очередь пикировка посадка пересадка перевалка рассады работаем с рассадой в это время уже сеять нельзя ничего это уже убывающая луна вот поливы подкормки и все что касается рассады работайте будет очень хорошо напоминаю не трогайте не срезайте не корешочки не листики в скорпионе эти операции запрещены но зато пробужденные уже хризантемы или еще какие-то цветы которые вы собираетесь черенковать уже можно будет полить но подкормку еще рано давать только слегка полив не увлекайтесь конечно поливами идем дальше завершается третья фаза и уже это это переход фазы из 3 в 4 произойдет 24 февраля в знаке стрелец поэтому смотрите уже убывающая луна 3 фаза уже в стрельце после 17 после 17 часов 23 можно провести зеленые операции а вот 24 в стрессовую ситуацию во время перехода луны из одной в другую фазу это мы не делаем это стрессовая ситуация у нас впереди смотрите сколько много еще времени хорошего времени для того чтобы провести не только зеленые операции 25 можно провести зеленые операции практически до вечера а уже вечером луна перейдет в знак козерог замечательное время для того чтобы нарезать черенки и укоренять черенки в козероге поливы подкормки убывающая луна замечательно растения будут использовать и питание и воду и здесь работаем с любой рассадой цветочной если нужно пикируем если нужно перевалку делаем пересадку посадку рассады здесь проводим зеленые операции очень хорошо тоже и если кто еще не вынес хоризонтемы на пробуждение выносите на пробуждение это можно сделать 25 вечером 26 и 27 сделайте это все до 16 часов в крайнем случае 16 30 потому что в 17 часов 50 минут 27 февраля луна уйдет на спячку и будет находиться там до момента перехода водолей 2137 но водолей у нас не посевной не посадочный только зеленые операции можем проводить вечером и 28 завершится месяц только возможностью провести зеленые операции на наших растениях и напоминаю водолеи нельзя поливать растения и тем более нас ожидает уже 2 марта новолуние замечательный период когда уже в марте можно на растущей луне продолжать работы с нашими любимыми растениями а теперь остается сделать скрин ну а мы авторы канала раиса горяченко александр волик подготовили это видео если вам это видео понравилось ставьте палец вверх пишите комментарии если не подписались подписывайтесь на наш канал и делитесь этим видео со своими родными близкими теми кто вам очень дорог и кого вы любите и желаете им благополучия ну а мы прощаемся с вами всего-навсего до следующего видео пока пока удачи удачи Продолжение следует...